Здравствуйте! С вами по-прежнему я, доктор Крылов. Одной из наиболее частых причин смерти среди онкологических больных является рак желудочно-кишечного тракта. В мире показатель заболеваемости раком желудочно-кишечного тракта занимает второе место после аналогичного показателя для рака легкого. Как и в случае всех онкологических заболеваний, причина развития опухоли – появление и активное размножение атипичных клеток, агрессивных по природе и весьма устойчивых к повреждающим факторам. Но если взглянуть на природу рака желудочно-кишечного тракта в целом, то причина кроется в увеличении продолжительности жизни человека на фоне неправильного питания, употребления табака и алкоголя, которые провоцируют развитие патологически измененных клеток. Конечно, нельзя исключить генетические, мутационные и наследственные факторы в развитии рака желудочно-кишечного тракта, но процент онкологии в пищеварительных органах, обусловленный банальным человеческим фактором, наибольший. Рак желудочно-кишечного тракта может поразить любой орган пищеварительной системы – пищевод, желудок, тонкий или толстый кишечник, печень, поджелудочную железу. Совершенно очевидно, что основное влияние на величину показателя заболеваемости населения раком желудочно-кишечного тракта оказывает характер и режим питания. Наличие в рационе питания достаточного количества растительной пищи и фруктов, растительных и животных белков существенно снижает риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта. Наглядный пример в этом – США, где в последние 70 лет резко снизилась заболеваемость населения раком пищеварительных органов. Отсутствуют существенные различия в возрастных показателях среди мужчин и женщин за исключением возраста 70 лет и старше, где у мужчин отмечается превышение показания заболеваемости раком прямой кишки в полтора раза. Рак толстой кишки является исключительно частой патологией. Ежегодно в мире диагностируется около 1 миллиона новых случаев. Главным фактором развития колоректального рака является пожилой возраст. Отмечено, что в промышленно развитых странах рак ободочной кишки встречается чаще, чем в странах с низким уровнем индустриализации. У рака желудочно-кишечного тракта есть отличительная особенность. Он очень рано дает о себе знать. Кроме того, именно рак пищеварительной системы первым способствует появлению онкологического габитуса больного. Исхудание, бледность или желтушность кожи, землистый оттенок лица, тени под глазами. Самый типичный признак рака желудочно-кишечного тракта – боль. Появление боли заставляет человека обратиться к врачу, становится поводом начать полноценное обследование. Если у вас имеется малокровие, чувство дискомфорта и боли в животе, вздутие живота, запоры или наоборот поносы, кровь в стуле, похудение и общее недомогание, обязательно обратитесь к своему доверенному врачу. Нарушение аппетита Нарушение аппетита, вплоть до его отсутствия или, например, извращение в пищевых привычках – тоже частые признаки рака желудочно-кишечного тракта. Следует соблюдать регулярность питания. Пища должна быть не горячей, без высокой концентрации солей. Полезно избегать большого количества пряностей с ограничением копченостей, перегретой и пережаренной пищи, с преобладанием молочно-овочных блюд. Необходимо воздерживаться от избытка мясной пищи и пережаренных животных жиров, ограничить прием продуктов с богатым содержанием холестерина. Систематическое употребление в больших количествах алкогольных напитков и курения также являются факторами, ведущим к различным заболеваниям желудка. Диагностика рака желудочно-кишечного тракта довольно-таки несложна, поскольку органы пищеварительной системы легко поддаются визуализации, а жалобы типичны. Обследование больного раком желудочно-кишечного тракта включает в себя клиника «Инструментальное исследование». Рентгенологическое исследование является тут основным при определении локализации и протяженности поражения. Эндоскопическое исследование является одним из наиболее информативных методов диагностики рака желудочно-кишечного тракта. Обязательным является ультразвуковое исследование органов брюшной полости из-за брюшинного пространства. Также в диагностике опухолей желудочно-кишечного тракта широкое распространение получили лапароскопия с забором биопсии и, конечно же, высокотехнологичные методы обследования, такие как компьютерная томография, радиоизотопное сканирование, магниторезонансная томография. Тщательное комплексное обследование позволяет получить исчерпывающую информацию, на основании которой планируется лечебная тактика. Недаром говорят «семь раз отмерь, один раз отрежь». Диагностика рака желудочно-кишечного тракта, как правило, включает два этапа. Предварительное обследование на наличие опухоли в пищеварительном тракте и более детальное и глубокое исследование для определения вида рака и объема процесса. Прежде всего, после сбора анамнеза пациенту необходимо сдать анализы крови, полная биохимия, онкомаркеры и гормоны, а также мочи – анализ, при котором моча собирается в течение 24 часов с целью определения количества определенных веществ, таких как серотонин или специфические маркеры. При первичной лабораторной диагностике диагноз не может быть установлен, но ее результаты служат врачу критериями для дальнейшего планирования более полной диагностики, если полученные данные не совпадают с нормой. Второй этап диагностики – поиска опухолей – служит сканирование с контрастом, компьютерная томография, магниторезонансная томография, а также эндоколоноскопия. Есть такое выражение – проглотить кишку. Процедура эта действительно не очень приятная, но она позволяет распознать не только рак, но и те ранние патологические процессы, которые ему предшествуют. Эндоскоп, как и колоноскоп, представляет собой тонкий ламповый инструмент и линзы для осмотра. С его помощью можно производить удаление тканей или взятие образцов биопсии, которые проверяются под микроскопом на наличие признаков рака. Тем, кто по разным причинам не может пройти эндоскопическое исследование, можно порекомендовать виртуальную эндоскопию – новую методику исследования полостных органов с применением специальных программ и современного оборудования. Программа создает на экране монитора эффект продвижения по исследуемому отделу желудочно-кишечного тракта, имитируя эндоскопическое исследование с той разницей, что вся процедура проводится без введения медицинских инструментов. В некоторых случаях в полый орган может быть введена газовая смесь для его расширения, а также контраст внутривенно для лучшей визуализации. Чем раньше выявлен рак желудочно-кишечного тракта и начато лечение, тем лучше прогноз. Установлено, что чаще всего рак желудочно-кишечного тракта возникает у людей старше 40 лет, то есть у лиц пожилого возраста. Стало быть, общей профилактикой рака желудочно-кишечного тракта должна быть борьба с преждевременным старением организма. Следует создать правильный режим дня, чередование физического и умственного труда с полноценным отдыхом, исключить деятельность, связанную с перенапряжением организма, избегать разных нервных потрясений и психических травм. Пребывание на свежем воздухе, рациональные занятия физкультурой укрепляют организм, предотвращают временное старение, тем самым косвенно являются профилактикой рака. Считается, что не только состав пищи, но избыточное, а также нерегулярное питание ведут к различным, в частности и к опухолевым заболеваниям. Переедание вызывает повышенную функциональную нагрузку секреторного аппарата слизистой оболочки, что ведет к различным дистрофическим процессам. Эксперты Всемирной организации здравоохранения полагают, что треть смертей от онкозаболеваний желудочно-кишечного тракта можно было бы избежать, исключив отягощающие факторы, такие как курение, употребление алкоголя, чрезмерное питание. Рак должен перестать быть смертным приговором не только в развитых странах, но и у нас. Да, и не забывайте, что своевременное обращение к врачу за диагностическими исследованиями гораздо выгоднее и безопаснее, чем обращение к нему же за лечением. Игнати Нула Куратио Морби. Нельзя лечить неопознанную болезнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова